На библейский портал Экзегет пришел литургический вопрос. Что такое Раскомидия? Звучит он. Если у вас недостаточно времени, сейчас начнем. Постараюсь быть немногословным и начну с филологического контекста. Раскомидия на русский язык переводится точно так же, как слово просфора. Приношение. Это первая часть божественной литургии, которая делится условно на три части. Праскомидия, литургия оглашенных, оглашенных и литургия верных. Хотя все это одно общее богослужение. На Праскомидии заготавливаются святые дары для причащения верных на литургии верных. Начинается или до чтения часов, или параллельно с ними. Возглас, или правильно, возглас, который совершает священник на чтение часов, как правило, совпадает и с началом совершения Праскомидии. Особенно если есть несколько священников в храме, один исповедует, другой совершает Праскомидию, то за время чтения часов ее можно вполне себе спокойно совершить. Перед тем, как ее начать, священник читает входные молитвы, читает молитвы о том, чтобы Господь укрепил его в совершении божественной литургии, чтобы он сам, сам Господь ее совершил. Время, смотрите, Господи, говорит дьякон, сослужащий священнику в начале литургии. Облачается в священной одежде с чтением специальных молитв, омывает руки, заготавливает специальные сосуды для совершения Праскомидии, чашу, дискос, звездицу, покровцы, воздух, копье, лжицу, всевозможные тарелочки, ковшики, корцы для вина и воды. Заготавливает несколько просфор, одну агличную, богородичную, девятичинную, о здравии и об упокоении. Все это в правильном порядке расставлено на жертвеннике, как правило, с левой стороны от престола, если стоять лицом к востоку. И, положив главную агничную просфору на специальную дощечку, как правило, круглой формы, начинает совершать Праскомидию. Заготавливает агнец на сочтение специальных молитв, прямоугольной формы. Части этой просфоры называются антидором. Ее, эти части раздают в конце литургии причастникам или просто прихожанам. Как правило, порезанные на тонкие кусочки, потому что антидора всегда меньше, чем просфор или даже артаса, который раздается по окончании Светлой Седмицы пасхальной. Особым образом на дискосе расставляют частички, вынутые из просфор, в честь святых апостолов, пророков, ионокрестителей, преподобных жен, преподобных мужей, святителей, бессребренников, святых дня и святого, в честь которого слушается эта литургия. В честь Престой Богородицы, в честь всех епископов, митрополитов, святейшего патриарха, всех священнослужителей, диаконов, монахов, всех православных христиан, в честь властей и воинства, в честь создателей и строителей храма, в котором он служит, если это храм древний, всех усопших православных христиан. А потом на эту тарелицу высыпает частицы, вынутые за тех, чьи имена вы подавали на проскомидию. По-другому называется обедня, или на литургию, или заказная литургия, так называемые заказные записки. В конце концов покрывает все это звездицей, в чашу выливает вино, растворенное с небольшим количеством воды, покрывает при чтении специальных молитвы чашу и диско со звездицей, покровцами и воздухом. Читаются специальные молитвы, и вот проскомидия совершена. После чтения этих молитвы священник кадит алтарь, кадит храм, и через некоторое время начинается уже литургия оглашенных, литургия верных, с известного всем вам возгласа «Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа». Что нам, мирянам, делать во время проскомидии? Можно читать свои помянники о здравии, об упокоении, читать о всех тех, кто вам дорог, потому что молится в это время не просто батюшка, молится церковь. Вы тоже являетесь царством, священством, людьми, взятые в удел, народом избранным, как говорит о вас апостол. Вы тоже являетесь соучастниками литургии. И ваша молитва не слабее, не сильнее. Она единая с молитвой священнослужителей, находящихся в алтаре. Поэтому в это время не бегайте по храму, не общайтесь с друзьями, подружками. Ой, как дела, а как там дочка родила, не родила, а как там с огородом дела, ой, град все побил, ой, клубничка бедная моя уже вся побитая, картошка никак не взрастет, вот, может быть, не надо было воскресенье сажать, ну и так далее, и тому подобное. То есть у нас пока священник совершает невероятные по своей силе молитвы, которые символизируют и Рождество Спасителя, и крестные страдания его, в это время мы бегаем по храму, ставим свечечки, болтаем, разговариваем, пытаемся как-то получше устроиться, ругаемся с теми, кто пришел раньше нас и сел на нашу лавочку, или стал ближе к заборчику, а здесь и я стою последние полтора десятилетия. Какие-то ненужные дрязги, как будто происходит какая-то репетиция оркестра перед богослужением, оно уже совершается. И вот в этот момент, приходя в храм, слышите, читаются часы, будьте уверены, что совершается проскомедия, ведите благоговейно себя, тихо, спокойно, без лишних разговоров, купите свечки, подайте записки, напишите их. Напроскомедию, помолитесь сами, тихонечко поцелуйте, несколько икон, не надо бруновского движения, хаотичного целования всех-всех-всех икон, какие только есть. Вообще сейчас такое время, когда к иконам вообще прикладываться, может быть, не стоит пока. Стоите и молитесь. Господь и без прикладывания, без целования видит вашу сердечную любовь к нему или к изображенному на этой иконе святому человеку и примет вашу молитву. Ведите благоговейно, будьте соучастниками богослужения, тогда, когда вам кажется, оно еще не идет. Я сейчас не буду окунаться в исторические подробности, как это появилось, откуда это возникло. И так мы уже много времени его заняли. Просто помните, что если ты верный член православной церкви, то приходите не к первому возгласу, центральному возгласу божественной литургии, а чуть-чуть заранее, чтобы быть духовным соучастником того, что совершает на прескомидии священник в алтаре. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok